Здравствуйте! Бог свидетель, что передачи, которые я предлагаю эфиру, в основном оптимистичные. Сегодня исключений. Вот совсем недавно я шел из яхт-клуба. Вот там, мимо стадиона, мимо спорткомплекса «Надежды», посмотрел, и сердце защемило, честно говоря. Вот там, где стоял каток, назывался «Гальстрим», там пустое место, только две стенки и больше ничего. Я подумал только о том, 25 лет мы отдельное государство, 25 лет мы теряем, по сей день теряем. Смотрите, вот коньки. Они не могут встать у нас в Николаеве на лед. А впрочем, смотрите фильм, а потом поговорим. Итак, 2006 год. Николаев. Открытие ледового катка «Гольфстрим». Грандиозное событие для степного, равно как и морского, расположенного на юге Украины города. Города, где о хоккее, как и о фигурном катании, знали преимущественно из средств массовой информации. Настоящая информационная бомба, которая мгновенно разлетелась по всему корабельному краю, столицей которого и есть город на слиянии Буга и Ингула. И, конечно же, по соседним областным центрам, в первую очередь, Одессе и Херсону, где подобные ледовые катки давно уже не в Диковинку. Неудивительно, что именно гости из Одессы, воспитанники знаменитой школы фигурного катания, в стенах которой были воспитаны олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира, стали почетными гостями на открытии Николаевской ледовой арены. Вместе с одесситами на этом грандиозном празднике спорта должны были присутствовать легендарный хоккеист современности москвич Владислав Третьяк, а также выдающиеся украинские фигуристы Оксана Баю и Виктор Петренко, чье восхождение главному спортивному олимпу планеты началось в той же Одессе. Однако из-за переноса для открытия гольфстрима веб-гости не сумели приехать в Николаев, тем не менее, пусть и виртуально, но они таки присутствовали. Оксана Баю и Виктор Петренко в портретах, подаренных ими хозяевам ледового катка. Владислав Третьяк, в свою очередь, прислал Николаевцам личную футболку под номером 20, которая была встречена шквалом аплодисментов. Не меньше оваций зрителей сорвало и зажигательное выступление одесских фигуристов, мастерство которых не просто восхитило всех присутствующих. Одноклубники и последователи Баю и Петренко вселили надежду в то, что со временем и в городе Корабелов могут появиться фигуристы высочайшего международного уровня. Но для этого нужно с чего-то начинать. Такие же мысли одолевали и всех, кто отдавал свое предпочтение игре, где главными атрибутами были клюшка и шайба. Раньше, начиная с 1985 года, энтузиасты во главе с Владимиром Стояновым были вынуждены ездить в Одессу. Владимир Стоянов и является организатором всего хоккейного дела в Николаевне. А мечту любителей хоккея и фигурного катания осуществил Руслан Москаленко с группой энтузиастов. Попробовать себя в большом хоккее на настоящей ледовой арене при наличии таковой это уже не какие-то мечты и фантазии, а обыденная реальность. Осталось только сделать первый шаг. И он не заставил себя долго ждать. Сперва учредили Федерацию хоккея Николаевской области. Если раньше николаевские энтузиасты-хоккеисты ездили тренироваться в других городах, то теперь повышать свой игровой уровень они могли на льду гольфстрима. В гости к нашим ребятам стали приезжать их коллеги и единомышленники из Херсона, Одессы, Кировограда, Кривого Рога, Крыма, а также из столицы Молдовы Кишинева. Премьерным же в истории хоккея Николаевской области стал матч между сборными Николаева и Ровно, состоявшийся в марте 2007 года. Этот дружественный поединок завершился уверенной победой николаевских хоккеистов со счетом 7-3. Через несколько месяцев гольфстрим принимал первый официальный турнир, организатором которого выступила газета «События и комментарии». Главный приз турнира был разыгран в противостоянии хозяев катка, игроков МХК Николаев и сборной Киевской области. Поединок держал зрителей в напряжении со стартовой до финальной сирены. Проигрывая по ходу матча, николаевцы сумели сперва догнать опытного соперника, а в самом конце третьей четверти забросить решающую седьмую шайбу, победив со счетом 7-6. Затем были другие турниры, как взрослых, так и детских команд, в которых нашим землякам противостояли соперники из Херсона, Одессы, Кишинева и уже знакомой нам Киевской области. Во время одного из таких турниров Николаев посетил министр спорта Украины Юрий Павленко. Высокого чиновника сопровождали журналисты первого национального телеканала УТ-1. Снявший сюжет, где говорилось в том числе и о николаевском хоккее. Сам же николаевский хоккей постепенно набирал обороты. Вслед за первым городским клубом МХК «Николаев» появились новые ледовые дружины. Хоккейные команды «Ореон», «Гольфстрим», «СБУ» и команда «Николаев-ветераны 60+. Каждая команда пыталась составить конкуренцию муниципалам, и порою сенсации случались. Не хоккейные, как кажется на первый взгляд город, благодаря появлению крытого катка довольно быстро превратился в признанный центр игры с клюшкой и шайбой. «Гольфстрим» все чаще становится местом проведения всеукраинских и международных турниров. Причем не только юношеских и взрослых, но и ветеранских. Хозяева льда, безгранично доброжелательные, вне хоккейной коробки, на ней полностью перевоплощаются, не оставляя своим соперникам шансов на положительный результат. Но разве что гости – профессиональные хоккеисты. Касательно учебно-тренировочного процесса, то каждая команда имеет возможность повышать свое мастерство в удобное для себя время. Некоторые игроки этих клубов стали приобщать к любимому виду спорта своих сыновей. Так появилась целая плеяда юночных хоккеистов, которых вскоре объединили в один коллектив. Ребятами стали заниматься опытные наставники – Владимир Лаврентьев, Валерий Машкин и Алексей Долженко. Подготовка хоккейного резерва довольно быстро стала конвертироваться в победы на республиканской арене. А наши лучшие юноши – Денис Царук, Аркадий Сереженко, сборная Ю-19, Юрий Игнатенко, Максим Устинов, Максим Амельченко, Мимра, Андрей Воропай и другие – получили возможность продолжить свою спортивную карьеру в известных украинских клубах. Мечта каждого юного хоккеиста однажды сыграть в сильнейшей хоккейной лиге планеты – Национальной хоккейной лиге. Молодые николаевские хоккеисты не являются исключением, тем более, что у них есть достойный пример. Наш земляк – Юрий Собищаков, проживающий в канадском городе Галифакс. Хотя никогда не был игроком НХЛ, тем не менее, хорошо известен как хоккейным болельщикам, так и самим хоккеистам. Причем не только на постсоветском пространстве, но и за океаном. Прославился же бывший николаевский военный летчик тем, что уже проживая в Канаде, он сумел успешно пройти кастинг на роль старшего тренера сборной СССР по хоккею Всеволода Боброва. Фильм, в котором снимался Юрий Собищаков, был посвящен знаменитой серии матчей между сборными Канады и Советского Союза, которая состоялась в 1972 году. Как известно, первый в истории мирового хоккея поединок двух великих хоккейных держав завершился уверенной победой подопечных Всеволода Боброва со счетом 7-3. Сам Юрий Михайлович, прекрасно воплотивший на экране роль знаменитого наставника, всегда любил хоккей и привил эту любовь членам своей семьи. Его сын Владимир все свое свободное время посвящает игре с клюшкой и шайбой. Когда семья Собищаковых приезжает в Николаев, где проживают родители Юрия Михайловича, Лидия Ивановна и Михаил Никитич, то отец с сыном непременно посещают тренировки николаевских хоккеистов, а Собищаков-младший считает за честь сыграть за какую-либо из местных команд. Параллельно с хоккейным бумом получило развитие и николаевское фигурное катание. На базе гольфстрима была открыта секция по этому красивому олимпийскому виду спорта. Азы фигурного катания стали постигать совсем юные девчонки и мальчишки. Первым их тренером стала проживающая в Николаеве бывшая фигуристка Лариса Иванова. Она многому научила своих воспитанников, лучшие из которых шаг за шагом, тренировка за тренировкой шли к своим победам. Сначала эти победы были не слишком громкими, но несколько лет спустя после прихода в секцию тренера из Одессы партнерши и одноклубницы олимпийской чемпионки Оксаны Баюл, Людмилы Ивановой пришли результаты национального масштаба. В некоторых возрастных категориях николаевцы сумели стать призерами чемпионатов Украины, и это были исторические достижения. Всего за несколько лет наши спортсмены начали составлять серьезную конкуренцию ведущим отечественным школам фигурного катания. Понятно, что все эти успехи были бы невозможны без появления в городе Корабелов крытой ледовой арены. Рядом с поставившими себе высокие спортивные цели фигуристами весьма комфортно чувствовали себя на катке и любители здорового образа жизни. Одни из них просто получали удовольствие от катания на коньках, зачастую приезжая в гольфстрим целыми семьями. Другие же нашли себя в секции фитнеса, где под музыку на тех же коньках под руководством опытных инструкторов занимались ледовой аэробикой. Новая для Николаева оздоровительная спортивная дисциплина многим пришлась по душе. Почти 10 лет гольфстрим гостеприимно открывал свои двери всем желающим. Большую часть суток в любое время года здесь бурлила спортивная жизнь. Готовились будущие лидеры отечественного хоккея и фигурного катания. Кто-то из воспитанников крытой ледовой арены сумел добиться серьезных результатов. А кому-то до высоких спортивных вершин оставалось совсем чуть-чуть. Возможно, очень скоро они бы сумели воплотить в жизнь свои детские и юношеские мечты. Но в их планы вмешались полная неопределенность. В мае 2016 года как гром среди ясного неба прозвучало известие, что гольфстрим закрывается. Не на ремонт и не на обязательную профилактику, как бывало ранее, а вообще просто перестает функционировать. Производится демонтаж хоккейного борта, за которым, скорее всего, последует ликвидация самого ледового покрытия. Это означает, что уникальный для Николаева центр подготовки спортсменов по фигурному катанию и хоккею прекращает свою работу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня, зайдя на каток, меня просто все готовят, все разбирают. Мы остаемся просто на уме, к сожалению. Родители этих самых спортсменов естественно поднялись на защиту гольфстрима. К ним присоединились всех, кто хоть однажды выходил на лед, будь то хоккеисты, ветераны, либо просто любители провести время с пользой для своего здоровья. Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить каток, чтобы у наших детей была возможность и тренироваться, и выезжать на соревнования, и побеждать. Я не знаю, как детям власть, смотри. С ними занимались, в них душу вкладывали, они привыкли к хоккей, с этими сумками, с этими клюшками. А где мы будем заниматься? Купим роликовые коньки, будем по проспекту ездить? А где? Нет. Мы как нищие, по прошайке ездим в Херсон пять раз в неделю, просим, умоляем, чтобы нам дали лед, потому что у меня еще два турнира впереди, у меня восемь спортсменов едут на два турнира, начиная от малыша, окончая старшими. Приходится ездить, мы тратим больше времени на поездки, дети, в принципе, очень сильно устают, но выбора у нас, так как такового нет. Поэтому такой крик души должны люди неравнодушные, ну, особенно наши руководители нашего города и области, помочь нам сохранить этот единственный, единственный в Николаеве ледовый каток Гольфстрим. Руководство Николаевской мэрии в лице городского головы Александра Сенкевича также разделяет опасения, начавшей бить во все колокола общественности. Реально решением двух сессий можно здесь этот вопрос решить. Для того, чтобы проблема решалась, ее нужно решать. Есть одно но. Сама ледовая арена является частной собственностью. Стало быть, окончательное решение, быть или не быть Гольфстриму, зависит прежде всего от его владельца. Для того, чтобы каток продолжил свою деятельность, кому-то нужно пойти на компромисс. Цена же этого компромисса будет зависеть от всех заинтересованных сторон. И я уверен, что депутатский корпус, несмотря на все свои политические и прочие амбиции, пойдет навстречу городу, молодежи, спортивному образу жизни и займется решением реальной проблемы катка. Очень бы хотелось, чтобы эти стороны нашли оптимальное, удовлетворяющее всех решение. Так, быть может, десятилетний юбилей Гольфстрим отпразднует по-взрослому. Ведь в гости к юбиляру должны приехать как звезды мирового хоккея, так и звезды мирового фигурного катания. Состоится ли 28 октября 2016 года грандиозное, спортивно-театрализованное шоу на льду? Либо десятая годовщина со дня открытия Гольфстрима станет поводом для кого-то опрокинуть чарочку за упокой. Мы узнаем очень скоро. Нам остается лишь ждать и верить, ибо не зря сказано, что надежда умирает последней. Лёд искрится ярко-ярко, а вольдулись от коньки. Мы команда Николаев, Николаев победит! Это была премьера фильма, которую снял Владимир Стоянов, спортивный журналист, мой коллега Володя. Может, неправильно назвали вы все-таки этот каток? Гольфстрим – это тёплое течение. Ну, я думаю, не название дела. Гольфстрим – это действительно такое течение. К сердцам людей хотели подчеркнуть, что и у нас неравнодушны к такому красивому зимнему виду спорта, как хоккей и фигурное катание. Мы долго к этому шли и начинали мы с Одессы в 1985 году. Мы делили лёд на льдинки, тогда ещё два лет спорта работал. Мы делились с хоккеистами, фигуристами, знаменитыми. Иногда мы по три часа ждали. И вот было две попытки у нас построить раньше, при Адырове. И когда Ященко был директором Федором Алексеевичем на АЭТУЗе, на Заре вот были. Ну и вот третья попытка удалась. Спасибо. Наши мечты эти осуществили Руслану Маскаленко. И вот 27 октября мы думали отмечать юбилей. Вот скажи, пожалуйста, сколько надо времени, чтобы восстановить такой каток? Ну сейчас я не могу точно сказать, сколько. Сейчас новые технологии и, допустим, это был как бы надувной, он поддерживался компрессорами воздуха, двойная плёнка была. Ну сейчас стационарная, сейчас нужен стационарный, потому что, сами понимаете, электроэнергия дорогая. Поэтому необходим уже стационарный, хороший каток, который вот, их три в Херсоне, два в Одессе, но Николаев достоин, такой город достоин иметь действительно на полмиллиона жителей, хотя бы один каток. во фильме говорилось слово «компромисс». Ты можешь приоткрыть немножечко эту тайну? Что за компромисс? Кто, с кем должен наладить какие-то отношения, чтобы восстановить всё это дело? Ну, компромисс, или, я думаю, что слово, может быть, подходит к консенсусу. Почему? Потому что всегда можно договориться, самая главная, самая главная обида это за будущее поколение, за детей. Это общее слово, мы всё-таки должны говорить откровенно, зритель же всё это понимает, что есть понятие деньги, есть понятие, что этот каток кто-то содержал, есть понятие, что на это нужны деньги. И вдруг этих денег, каким-то образом не стало, и кто-то сказал, я не буду больше давать, правда же, да? На поддержание этого всего дела. И на том конец. Два варианта есть по этому поводу. Один, который ты предлагаешь, который очень серьёзный, и тогда никаких юбилеев быть не может, потому что это быстро не делается. Это стационарный каток в Николаеве, как в Херсоне и в Одессе. И другой, это каким-то образом восстановить через этого человека, которого ты не хочешь называть, восстановить снова этот каток или из-за поддержки руководства города, общественности, городской, и отпраздновать такие юбилеи. Какой вариант предпочтительнее? Тот, который ты предлагаешь, что надо строить капитально? Если капитально, то где? Ну, это уже вопросы, вопросы, как бы, не энтузиастов, допустим, фигурного катания и хоккея. Это вопрос уже городской общины. Я так думаю, городской общины, да. Давай тогда мы это дело, так сказать, замнём для ясности, да? Если вы спросите моё личное мнение... Я спрашиваю. Я, значит, на моей памяти открытие стадиона в 65-м году центрального городского стадиона. Это было зрелище, это был... Ну, все были в одном порыве и приезжали к нам и ЦСКА Москва и чемпионы 64-м. Да-да, так что? Так вот, я считаю, что на стадионе сейчас ни на одном стадионе Украины рынков нет. Я считаю, что рынки и будки вот эти, которые стоят на стадионе, я считаю, что им не место там. Ага, понятно. Пустые будки, причём... Хорошо. Там место или музея, или катку. Это моё личное мнение. Да. Мне не много в Николаеве. Я думаю, что и там место ему... Вот человек, который... В центром ядре. Вот человек, который... Олег Рейцин, который работал и сейчас работает, естественно. Тренирует его, да? Да, с секцией фигурного катания. Я возглавляю секцию фигурного катания Николаевскую. Вот. У нас на момент до закрытия катка насчитывалось более 50 участников. Вот сейчас осталось гораздо меньше. Вот. Но мы всё равно не теряем надежды, что каток всё-таки будет. И продолжаем тренировки, но уже в Херсоне. Наши детки ездят в Херсон. Сколько это стоит для детей? Это очень дорого стоит. Мы платим за лёд в Херсоне, потому что нам его бесплатно не предоставляют. Мы платим за транспорт. Точнее, родители своими машинами вывозят деток на тренировки. Ну и, соответственно, мы оплачиваем зарплату тренеру нашему, Людмиле Георгиевне. Вот. И мы ещё занимаемся хореографией. Это неотъемлемая часть фигурного катания. Соответственно, мы арендуем зал хореографический, оплачиваем зарплату тренерам, и всё это на плечах родителей. Помощи у нас в этом плане ни от кого нет. А тренером кто платит? Тоже родители. Тоже родители, да? Да. К сожалению, так. Давайте я вас прошу всё-таки о ваше мнение, что нужно делать в городе Николаеве, чтобы был ледовый каток. Потому что, ну, очень обидно, судя по этому фильму, 10 лет таких наработок, такой красоты, такой радости, такого удовольствия. Сейчас мы собрали тех людей, которые имеют отношение к спорту, к фигурному катанию и к хоккею. А ведь просто люди, горожане могли туда ходить и кататься. В чём, понимаете? Мы понимаем, что Арабские Эмираты, которые построили там, в пустыне, в этой жаре, круглогодичные такие катки, такие горки там и так далее, трамплины. Мы не можем тягаться, но это же не так дорого, чтобы потянуть Николаевское общение. Не правда ли, а? Вы абсолютно правы. Вот. Ледовый каток, если в первую очередь рассматривать его как социальный объект, имеет очень большое значение, как для города, так и для области. Если мы в сторону хотя бы отставим фигурное катание и хоккей, возьмём именно социальную значимость, то это, безусловно, жителей и гостей города покататься на льду. Сколько стоил билет? Билет стоил, дифференцированные билет расценки, билет стоил от 50 до 90 гривен. Это уже с учётом подорожаний. Цена была, честно говоря, экономически и вообще не выгодна для хозяина, потому что не окупала по большому счёту вложенные затраты. Но, тем не менее, она была ещё доступна для большинства горожан. Кроме того, хочется сказать, что город, точнее не город, а ледовый каток возложил на себя и бремя помощи малообеспеченным детям и воспитанникам из детских домов и спецшкол. То есть эти детки из городских спецшкол и детских домов бесплатно посещали каток, катались. Бесплатно мы их приглашали, естественно, на наши новогодние праздники. Вот, на праздники весны они бесплатно приходили. То есть каток эту ношу социальную взвалил на себя. Вот, опять же, никто не компенсировал, денег на это не выделял. Давайте представим слово ну, скажите, Насте, этой Насте, кто она, что она, вы же лучше знаете. Скажите. Давайте я представлю. Это Анастасия Ткаченко. Это одна из наших воспитанниц секции фигурного катания. Это четырекратная призерка всеукраинских и международных соревнований, которые проходили на Украине. Вот, катается она у нас в категории голд. Вот, очень сильная категория. Ей 13 лет. Ну, а дальше она может рассказать сама о себе. Анастасия, сколько же ты катаешься? Тебе 13, когда ты начал? Я начала кататься в 7 лет. В 7 лет, да? Ты успела, сейчас вообще найдет, становится там, там, двухлетняя, я уже видел. Правда или нет? Да. Вот ты успела, ты ставила перед собой какие-то задачи, когда пришла и надела коньки? Да. Какие? Стать олимпийской чемпионкой. Стать олимпийской чемпионкой? Как ты думаешь? Вот это горе, которое случилось у нас, оно не помешает тебе сделать? Ты все-таки прорвешься вместе со своим папой? Оно не помешает. Что ты будешь делать? Говори. Кататься, даже если, ну, кататься в другом городе, например, в Херсоне. В Херсоне, да? Да. Почему тебе так по душе пришлись коньки в нашем, кажется, совершенно южном городе? Просто мне очень понравилось, как разные фигуристы, чемпионы мира катались. Ах, тут имеет значение, что ты видела соревнования по фигурному катанию, да? И это действительно очень здорово. Но это же очень тяжело, Настя, да? Да, очень тяжело. Сколько ты тренируешься в день? Пять раз в неделю, иногда два раза в день, иногда один раз в день. В каком ты классе? В восьмом. В восьмом? Как ты учишься? Хорошо. Нормально, да? Да. Значит, как у тебя сейчас твой день, когда тренировка, когда вы ездите, как он спланирован у тебя? Ну, до трех часов учусь в школе, потом прихожу домой, делаю уроки, и в полшестого я выезжаю в Херсон на тренировку. Ну, что ж, давайте подумаем все-таки о хорошем. Не ходится мне так грустно эту передачу. Настенька, вся надежда на тебя. Если эту передачу посмотрят все наши государственные чиновники, которые живут и работают в Николаеве, если они увидят твое вот милое лицо, полное уверенности в том, что ты станешь олимпийской чемпионкой, может, у них дрогнет сердце, и тогда твои коньки, которые ты принесла сюда, станут на Николаевский лед. А мы будем ждать и надеяться. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»